Спустившись на лифте, мы оказались в тесном аварийном коридоре Я несу кока на спине, а Кит Сугуми поддерживает её с обеих сторон Соро и Пипи бегут впереди, Ю взяла из лазарета аптечку Так, на всякий случай Мы направились на Дриттэшток, в 17 метрах под нами Добравшись до третьего этажа Мы побежали так быстро, как только можем Туда, к запертой двери Мы бежим Бежим и бежим На силе наших молитв Финиш Мы остановились перед дверью Я осторожно опустил кока и приснул её к стене Кит потянулся к кока и подставил ей своё плечо Химмел Дверь, которую нельзя открыть Соро, можно спросить? Просто, чтобы удостовериться Что именно? Как переводится Химмел? По-немецки это небо А также рай Рай Видимо, тем, кто строил этот подводный ад, не чужда ирония Вопрос лишь в том, как открыть эту дверь Это рут? Это я выбираю рут? Слишком, слишком рутно Ох, слишком рутно, ребята Очень рутно Очень рутно Ну, я точно не хочу спрашивать Ю У меня выбор между Сорой И Цугуми Мне кажется, мы Мне кажется, мы должны набрать нормально по баллам Цугуми Потому что мы с ней вроде много времени Проводили вместе Ну, не знаю Посмотрим Я, наверное, Цугуми спрошу Вообще, по-моему, надо спросить Сору Но Да, я до сих пор не определился Ну ладно, мы пойдем к Цугуми, конечно же Мне кажется, что По-человече По-человече будет нормально Пошли Цугуми выберем Цугуми, как думаешь, его можно как-то открыть? О чем ты-то, Кеша? Я сама над этим ломаю голову О, да, точно Сидят, ломают голову Немного поразмыслив, Цугуми решила спросить Сору Найс! Ты знаешь, как устроен механизм этого замка? Так, дай подумать При наборе правильной комбинации Рычаг, врезанный внутри затвора Должен подняться Как только рычаг повернется Замок на двери будет открыт Однако теперь рычаг Не более чем украшение Он поворачивается автоматически С помощью электромотора Который обычно зафиксирован Да, видимо, его разработали так Что даже во время аварии Просто так не открыть В таком случае Так, она достала плоскую отвертку Где она успела ее взять? Если удастся снять рычаг Может, получится открыть ее вручную? Она вставила острее отвертки В щель между панелями замка И... Цугуми со всей силой Надавила на ручку отвертки И попыталась отодвинуть засов Запрятанный в замке Дюралевая отвертка смялась Смялась, как растаявшая конфета И верить у нее силище Рычаг слегка сдвинулся к поверхности двери Но... Хлоп! Отвертка согнулась пополам Начиная с ручки А засов вернулся в исходное положение Нормас она Мое... Мое увлажнение Бесполезно Цугуми бросила согнутую отвертку Вот на пол Так ладно Ты просто возьми И начни долбить стену И что же дальше? Спросить Сору Можешь сказать Код доступа для этого электронного замка? Спросил я Сору Увы Не знаю Доступ в IBF Имеют лишь ученые Что числятся в штате лаборатории На что он хотя бы похож? Я сейчас попробую выяснить Успела она это сказать Как перед Сорой Появилась прозрачная консоль И клавиатура Доступ к блоку безопасности Системы Леммих Обход защитного ключа Химмал Кнопки на электронном замке заморгали Леммих, пожалуйста, послушай меня Не сопротивляйся Сора на бешеной скорости Стучит пальцами по клавишам Борез системы блокировки двери Хлоп Кажется, в воздухе бегут искры Руки Соры пляшут по виртуальной клавиатуре Кажется, ее Кажется, ее там Током Жмякнули Не отвлекаясь, она продолжает Жать клавиши Трек Хлоп Искры, как град Посыпались одна за другой Черт Разде изображение Соры Стало нестабильно колыхаться А виртуальная клавиатура исчезла Сора, ты в порядке? Прости, мне отказано в доступе Ее изображение по-прежнему колеблется Проклятие, что же нам делать? Все стоят и молчат Если есть камера в комнате То можно посмотреть запись, как кто-то входил Тут, как я понял Как раз таки Записей нету Система лазера в глаз Вот так вот Думаю, что здесь этого нет Кит поддерживает Кока Она уже не может сама стоять на ногах Вскоре Кока повалилась на пол Я попытался поднять ее снова Но ее лицо побледнело почти мгновенно Это плохо, если мы не сможем туда попасть Авто... автообъявление Говорит на немецком Автообъявление Открытие врат рая И тут из коридора прозвучал механический голос Ничего себе Что это было? Кто-то пытается получить доступ к системе Леммих С нескрываемым удивлением воскликнула ссора Внутри того помещения С терминала в Химмел Что? Индигатор на электронном дверном замке Загорелся зеленым Рычаг затвора поднялся и повернулся автоматически Дверь открылась Из комнаты отдает спертым воздухом Не знаю, почему, но с выростью здесь пахнет гораздо меньше, чем снаружи Кондиционеры воздуха работают с едва заметным жужжением Белая Внутри просто ослепительная белизна Я не понял Вы же говорили мне, что скоро конец Где конец? Мы уже до полдевятого дочитали Конца нету Это конец Хорошо Она исходит от стены пола А свет ламп подчеркивает ее так, что кажется, словно белизна вот-вот перекинется на нас Химмел Неудивительно, что это помещение назвали раем На многих установках также высят таблички и наклейки с надписью Химмел Помещение чем-то напоминает центр управления Смотрите, здесь кто-то есть Похоже, что он только что открыл нам дверь Во всем помещении оказался лишь один человек На вид ему примерно 40 лет Одет в белый лабораторный халат По всей видимости, ученый И... Из его рта идет кровь Он потерял сознание прямо за консолью Эй, вы живы? Ничего себе Человек в белом халате не ответил Он лишь неподвижно лежит Папа Ю? Я думаю, это Папа Коку А ведь он тоже блюет кровью Кто это? Сора, как ты думаешь? Боюсь, я не могу Распознать его ID Но, судя по форме одежды С весьма высокой долей вероятности Можно утверждать, что он работник Лаборатории IBF Я взял его за плечо И поднял нас в сидячее положение И рассмотрел белый халат О наличии нашивок, наклеек и карточек Что могло бы дать хоть какое-то Предположение о его имени Но ни того, ни другого, ни третьего Не оказалось Да Эй, вы один из ученых, что заведовали лабораторией? Да Вы правы Едва ДШ ответил ученый Похоже, он не в состоянии открыть глаза И реагировать только на мой голос Вы Не похожи на спасательную команду Он схватился за меня трясущимися руками Они перепачканы кровью Значит, в лему до сих пор остались люди Подумай только А ведь прошло шесть дней Вот так сюрприз Кровь тонкой струйки сочится из его рта Но он улыбнулся С трудом Улыбка вперемешку с гримасой боли Эй Не напрягайтесь Берегите силы Не трать их на болтовню Простите Это все из-за нас Что случилось? Там внизу Что произошло? Но Почему это Это Он замолчал Эй Эй, держитесь Я бодряв своего заплечья Но тот не ответил Такеши, перестань Ты трясешь его слишком сильно Он без сознания Оставь его пока в покое Ладно Нам Придется взять его с собой Что же, черт побери Здесь произошло? Нет, более важно Что нам надо Более важно Что нам надо спешить Понятия не имею Что происходит Но Сейчас об этом Волноваться некогда Мы должны немедленно Доставить Коку в Айбф Юж тоже дала у входа В Химмел Зашла внутрь вместе с Пипи Кит зашел следом Неся Коку Весь с электронным замком Поэтому мы оставили ее открытой Ребята, в дальнем конце помещения Есть еще одно Видите? Ага Сора, а как так вышло Что ты не знаешь Про вот этого чела Про то, что внутри Если Во-первых Ты здесь можешь отображаться А значит и просканировать можешь Че-то еще Че-то непонятное Да, вижу Мы все кивнули За металлической дверью С округлым иллюминатором Виднеется небольшое помещение Это Бара Камера Ведущая в Айбф Сказали же Два разных компа Управляют всем А она здесь сейчас есть? Да Ха-ха-ха Это Бара Камера Ведущая в Айбф Спокойным тоном Сказала Ну значит Ща и разрешили Кто? Где? Кто? Кто-то там добро дал какое-то? Блеванул кровью на Клавиатуру? И добро случилось? Че, мурмя? Судя по имеющимся Обрывочным сведениям Айбф заполнен газом Под еще более Высоким давлением Чем Лему О зоне Айбф Говорят как о соответствующей Стандартам Глубоколодного дайвинга Зоны, как эта Действительно более подходящие Для изучения Микроорганизмов Давление в Айбф Составляет примерно 12,5 атмосфер И я хочу Чтобы вы все Проследовали в эту комнату Как только вы проведете В барокамере Один час То спуститесь на лифте До Айбф И это лишь Предостережение Но С этого момента Вам будет очень трудно Отступить Прошу Взвести все за И против Конечно, да Погнали, блудняк Значит, мы не сможем вернуться Придется сделать выбор О, а тут типа Подготовим Я что, в РПГ? Подготовиться Перед сложной миссией? Че я могу сделать-то? Я могу куда-то пойти Я не знаю Пивка не рябнуть Или что? Рыбы с собой взять Чтобы ХП регенить Нахера мне это? Погодите секунду Давайте Давайте Погодим секунду Реально Давайте Погодим секунду Ребят Давайте Может быть Мы что-то Я, может быть Обшмонаю Что-то Я не знаю Присядем Да Посидим На дорожку Может там Я не знаю Че-нибудь Реально Обшмонаем Труп чела У нас Абсолютно Никто не умирает На руках Правильно? Да конечно Мы идем Ё-моё Хорошо Мы идем Хорошо Мы идем Я знал на всех И каждого Ю, Кит, Цугуми, Сора И Пипи Все кивнули Кит и Ю Потащили бесчувственную Коко Коко-то Все Все кивнули А Коко Немножко Такая Кровишки Как Блин Цугуми и я Потащили ученого А Пипи Уцепился Уцепился Сзади За его халат Все выстрелились Перед металлической Дверью В дальнем углу Помещения С помощью Панели управления На терминале Сора Открыла ее Мы вместе Зашли в Барокамеру От остального Пространства Компьютерной комнаты Ее отделяет Лишь слой Бронированного Стекла Точнее Барокамера Установленная Посреди этой комнаты В ней была И построена В ней была Построена Мы внесли Коко Ученого В комнату И усадили Их в кресло Они оба дышат С трудом Сейчас им Сейчас их С шести атмосфер Да Поднимут До двенадцати С половиной Боже Ничего не может Быть лучше Чем вот эта Хрень Когда тебе Очень плохо Они болезненно Бледны Нельзя терять Ни минуты Проклятье Торчать здесь Целый час Юйки Цугуми И Пипи Стоят на небольшом Пятачке Если сказать Что здесь тесно Значит Не сказать ничего Как только Процедура Будет завершена Откроется Дверь с другой Стороны И вы сможете Войти в лифт Не знаю Зачем Но ссора Не вошла В барокамеру Как же она Я преслежу За процессом Компрессии Вы можете Почувствовать Себя Немного Некомфортно Но прошу Потерпите Коко Прошу Потерпи Немножко Может Показаться Немножко Некомфортно Что ты Блюешь В крови И умираешь Ну ты Потерпи Немножко С этими словами Сора собрала Закрыть дверь Сора Подожди Разве ты не идешь С нами Эээ Нет Я Почему нет Пойдем Чего ты ждешь Я потянулся К Соре рукой Хоть и знаю Что не могу Схватить ее Но Ах Как только я попытался Схватить ее В воздухе Пошли искры Меня словно Током ударило В тот же миг Перед дверью Появилась Прозрачная стена Красная огненная стена Что Какого Я машинально Отринул руку И дверь закрылась Сора Сора Что это С этого момента Вы находитесь На территории Другой компьютерной Системы Спокойным тоном Сказала Сора Ее голос Доносился Из динамика Интеркома Барокамеры Я часть системы Лемми Это значит Я не могу Находиться в IBF У меня нет Доступа в эту зону Да Это Фаервол Огненная стена Ребят Простите Но с этой минуты Нам придется Расстаться Огненная стена Правда Сора Как бы голограмма Ей на этот огонь Насрать А вот Человек Там Ожог Получил Найс Огненная стена Огненная стена Исчезла В изолированной От остального мира Барокамере Мы слышим Как внутрь Струится газ Постепенно Увеличивая давление Воздуха Единственное Что мы слышим Ребят Лучше вынуть Модификаторы голоса Они могут помешать Приспособиться К давлению Прислушавшись К моим словам Все вынули Свои модификаторы Голоса Кока без сознания Поэтому я сам Вынул ее модификаторы Проверив ученого Я не нашел У него модификаторов Чуток погодя Все замолчали А до какого А до какого Давления растет Давление Когда ты летишь В самолете Просто 12,5 атмосфер Это Мне почему-то кажется Что это Охеренно дерьмово Мне кажется Что я бы Еле-еле душа в теле Смог бы там существовать Если бы вообще смог Мы просто наблюдали За проходящим временем Все это время Сора стояла снаружи У окна Баракамеры Не двигаясь Просто стоя И провожая нас Не ну там же Как бы не давление Там Там перегрузки Это разные вещи Но перегрузки Жи вроде как Под водой Одно Один атмосфер Одно Один атмосфер На 10 метров глубины То есть Это сопоставимо По ощущениям Как если бы ты был Под 12,5 метрами Воды Над тобой По-моему Нетренированный человек Там просто гепнет Это в игре Такое шипение Да-да-да Это у нас тут Типа Неприятное Да Такое мерзенькое Когда оно закончилось Ты такой Ааа Сука Замок на двери Из другого конца Баракамеры Щелкнул и открылся Я скажу Что я бы не потянул Я себя точно знаю Это просто Невыносимо Жестко Ааа Прости 10 метрам 115 метров Под водой Все Понял Ёпросите Ёпросите И это должен И это должен Нет Подожди Это вообще Выживаемо Это не выживаемо Я почувствовал Небольшой скачок давления И лифт ведущий КБФ Открылся Один за другим Мы зашли в него Ну что же Ребята Желаю удачи Не гепнет Если медленно Осторожно погружаться Рекорд погружения Без акваланга В районе 200 метров Я Когда Опускался В басике На 4 метра У меня уже О нет Я даже вспоминать Не хочу Мне кажется Я думал У меня голова Лопнет там Спокойно Произнес голос Соры На другом конце Комнаты Но мы больше Ее не видим Я волнуюсь А что если мы Больше никогда Ее не увидим Склонив голову Набок Я впихнул Модификатор Голоса Обратно в уши Все сели в лифт И Как только двери Закрылись Он начал скользить Вниз Зиптих метрах Зиптих метрах Автообъявление До небеска Глубина 70 метров Пупе Как будет глубина По-немецки Будет Пупе Ахтих метр 80 метров 90 метров Что может быть под раем Тоже рай Или Двери лифта открылись От лифта проход тянется По двум направлениям Положившись на удачу Я свернул В одну из них Вокруг Кромешная тьма Тяжело даже Определить Куда я иду Боязненно Я сделал шаг вперед Чистилище Я уже даже Вспоминать не хочу И тут Зажглось освещение Такое впечатление Словно кто-то Заметил наше прибытие Есть здесь Кто живой? Не Кажется Они Включились Сами по себе Но Датчики движения Подали сигнал Компьютеру А тот зажег свет Не знаю Но Наверное Похоже Что здесь док Куда может Пришвартоваться Небольшая подводная лодка Несмотря на то Что помещение Напрямую связано С океаном Внутри и снаружи Одинаковое давление Что не дает Морской воде Хлынуть вовнутрь Не Сегодня Никто не врывался С продлением Немного жарко Но кажется Вентиляция воздуха Все еще Функционирует Пожалуй Здесь еще Уютнее Чем на Подтопленном Дритэшток Вот только Никого нет Ладно Некогда Рассматривать Окрестности Пойдем туда Куда шли На другом Конце Помещения Мы открыли Водоупорные Двери И прошли Вглубь Сооружение Проход Здесь Примерно Таких же Габаритов Что и Аварийные Коридоры Лему Нет Наверное Даже Уже Складывается Ощущение Что это место Гораздо Холоднее Менее Живое Чем Строение Наверху Мы Идем Все дальше И дальше По коридору А свет Автоматически Зажигается В нескольких Метрах Перед нами Ну да Стопудово Освещением Управляет Компьютер Мы идем А свет Следует За нами Потухая Там Где мы Уже Прошли Коридор Расходится В нескольких Направлениях Но все Они Оканчиваются Запертыми Водоупорными Дверями Неужели IBF Тоже Затопило За исключением Одной части Так или иначе Большинство Секторов Нам Путь Заказан К счастью Мы нашли Смотровой Зал Достаточно Быстро Впопыхах Я повернул Рычаг И открыл Дверь Ю и Кит Уложили Кока На ближайший Стол Цугуми И я Осторожно Усадили Ученого В кресло В смотровом Зале Находится Несколько Обычных Кроватей А также Аналог LMRE Что мы Обнаружили В лазарете Лему Множество Медицинских Инструментов Которые Больше Смахивают На реквизит К научно Где-то Штуковина Кислородного Лечения Высокого Давления О которой Говорила Сора Понятия Не имею Цугуми Что будем Делать Придется Поискать Никто Из нас И понятия Не имеет Что тут Да как Постойте Прокашлял Ученый Эй Не шевелитесь Вы в порядке Бывало И лучше Хорошо Хоть Жив Закрытыми Глазами В ответ Он Вяло Приподнял Руки Этот Запах Это IBF Значит Я вернулся Значит Вы все-таки Работали Здесь Ну что же Тогда нам Нужна Ваша Помощь Мы Ищем Штуковину Под названием Устройство Кислородного Лечения Высокого Давления Мы Добрались До Смотрового Зала Но Понятия Не имеем Как Оно Выглядит Помогите Нам Пожалуйста Кислородного Лечения Да Вы говорите О модулях Здесь Должны Стоять Металлические Капсулы С ковриками Внутри Чем-то Напоминает Кучу Цилиндров Приваренных Колония Видите Да Прямо Передо Мной Это Они Держитесь Мы Нашли Их Так что Не тратьте Силы На разговоры Хорошо На кулаке Ученого Появилась Свежая Кровь Как только Он Вытер Свой Рот Просто Прочтите Инструкцию С ними Легко Обращаться Хорошо Я понял Сила Оставила Руки Ученого Я не дал Ему упасть И ухватил За плечо Чтобы поддержать Его тело Давайте Положим Его в модуль И Коку Тоже Да Конечно На них Не медицинские Кресты А как На гробах Да Есть Такое Да Цугуми И я Встали По обе Стороны Ученого И подняли Его Затем Поднесли Поближе К трем Модулям Когда я нажал Кнопку С одной Из его Сторон Камера Открылась Я осторожно Положил Его внутрь Когда я Нажал Кнопку Еще раз Модуль Бесшумно Закрылся Кит и Ю Уложили Коко Во второй Модуль Вскоре Его Камера Закрылась Нашла Инструкцию Да Это Панель Управления Ю Встала За терминал Расположена Неподалеку Не знаю Это долгий процесс Но кажется Будто Они оба Постепенно Приходят В норму Красный крест Агрится на использование Красного креста Авторское право Совсем Совсем Какое-то Охеревшее И безграничное Кажется Я Тогда Букву H Себе Забираю И A И П То есть Чтобы Хапа Это было Чисто Мое Вот Кто Пользуется Буквой H A Или П Тот Должен Мне 100 Долларов Сук Нормас Я Придумал План Сук Лучше На мой Кок Пусть Нагрятся Вообще Охеревшие Псы Драные Это Как будто Красный Как будто Красный Крест Имеет Хоть Какое-то Отношение К символу Красного Креста Это Просто Триндец Какой The The Lion The Witch And The Udacity Of That Beach Теперь Плати 100 Близард За СК2 А Они Мне Близард Мне Уже 100 Долларов Должны Так Что Пусть Вычтут Из Тех Которые Пусть Вычтут Из Того Долга Которые Они Которые Должны Ух Обошлось Да Ты Права Обошлось Кажись Успели Мы Вместе Дружно Вздохнули С облегчением Похоже Что Самое Худшее Позади По крайней Мере Пока Ладушки Багаж Медицинских Знаний Она Осталась В смотровом Зале Вместе С Пипи Приглядывать За Кукой Ученым Знаний Права Права Часть Тела Из Первых Трех Буф Моего Ника За Мной И Каждый Кто Пользуется 100% 100$ За Каждый Спорт Понял Понял Тебя Мы Оказались В незнакомой Обстановке Поэтому Пошли Все Вместе По Мрачным Коридорам IBF Но Поскольку Сооружение Само по себе Небольшое Сматривать Почти Нечего Практически Все Коридоры Оказались Заблокированы Большинство Дверей Не Открылись Вовсе Когда Я попытался Силой Открыть Одну Из них Из помещения Скрывающегося За ней Ужасно Завоняло Поэтому Я поспешно Закрыл Ее Обрат Откуча Трупов Явно Однако Пока Это было Открыто Я увидел Несколько Трупов Ученых Перепачканных Кровью Что Умерли Схватившись За горло Лучше Не думать О том Что Здесь Произошло И Сложно Представить Что Ситуация Здесь Была Точно Такая Же Как И В Блау Название Тиф Блау Симптомы Жара Зноб Головная Боль Спазмы Мышцах Потеря аппетита Рвота Диарея Желудочные Колики Во время Течения У пациента Начинает Кровоточить Рот Десны Слизистые Оболочки Глаз Носовая Полость Кожи А также Пищеварительный Тракт Что Приводит К смерти Звучит Как моя Реакция На Дегенеративный Комментарий В интернете Процент Смертельных Исходов При заражении Более 85% Первоначальные Симптомы Почти не Отличаются От обычной Простуды Далее Происходит Временное Улучшение После чего Состояние Пациента Быстро Ухудшается Открывается Кровотечение Период инкубации Приблизительно 2-7 дней А Мы тоже Скорее всего Далее Идет Набор Мусорных Знаков И текст Уже Невозможно Разобрать Данные Повреждены Но Когда мы Случайно Наткнулись На деловые Записи Почти в Самом конце Одного Из документов Нас ждал Большой Сюрприз Реестр Посещения IBF Ягами Коку В списке Значится Имя Имя Коку Изучив Файл Более тщательно Мы обнаружили Нечто Вроде Чьей-то Личной Памятки Да Уж Давненько Я не виделся Со своей Дочкой Сейчас В ее Школе Каникулы Поэтому Эти 10 Дней Она Отдыхает Честно Говорю Я так Давно Торчал В этой Тесной Консервной Банке На пару С треклятым Вирусом Что завидую Своей Крохи Одно Хорошо Когда я Сказал ей Что выбил Для нее Особое Разрешение На посещение IBF Она Прислала Радостный Ответ В котором Дала Согласие На свой Визит Мы Переписываемся Довольно Часто Но Если Подумать В действительности Мы Не Виделись Очень И Очень Давно Буду Счастлив Если Напомнит Как Я Выгляжу Ти Уай Ти Уай Должно Быть Это Латинские Инициалы Господина Ягами Отца Коко А Это Значит Что Коко Была В IBF Еще До 1 Мая Чтобы Навестить Своего Папу Мы Не Нашли Других Выживших Звучит Как Моя Реакция На Начало Рабочего Дня Поэтому Кит Цугуми И Я Вернули Смотровой Зал Ю Как Они Все В Порядке Ага Кажется Пока С ними Все В Порядке Устало Сидя Лицом К Панели Управления Модулем Ответила Ю А где Местный ИИ Ребята Вы Почему Здесь Должна Быть Своя Сора Я Вздыл На Монитор Отображающий Показатели Состояния Организма Вирус Передается Амекдотами Полагаю Что Да Ну Как Понимаешь Если Предположить Что Какое Нибудь Правительство Поскольку Тиф Блау Вышел На Вышел Ну Короче Вышел Из Лаборатории Тиф Блау Да Предположим И Они Решили Просто Похоронить Нахер Комплекс Вместе Со Всеми Людьми Или Как То Внимание Вопрос А как Вы так Допустили Что Ребенок Пришел На Экскурсию К Батосу А потом Просто Ушел Оттуда Типа Что Это За Предосторожность Вообще Как Вы Это Делаете Кровяное давление Частота сердечных сокращений Интенсивность дыхания Пока что Все они стабилизировались Ах да Куронари Чуть раньше Я проверила Медицинскую базу Данных На этом терминале Но Но Юни Тайми Ты что-то Выяснила Да Похоже Что они Так и не нашли Действительные Вакцины Против Вируса Тифблау Типичный Ковид Об утечке Вируса Могли узнать Не сразу Как вариант Блин Мне казалось Что на самом деле Это же Трэш А как Вы Разрабатываете Биологическое Оружие Только Если Это Грязное Днище Лаборатория Но Мы же Видим Что это Не грязное Днище Лаборатория Ну Хейвозе Хоть Симптомы И могут Быть Временно Сняты Введением Оранжевой Сыворотки Выходит Можно Лишь Надеяться На маленький Шанс Что организм Переболеет Сам Боже Поправилась Сука Какой Он Я бы Ему Коленные Чашечки Посносил Просто Какой же Мудила Похоже Кит На грани Истерики Никто 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 Не Говорил Поправиться Ли Кока Или Нет Зависит От Нее Самой От Ее воли Кит Подошел К Капсулевидному Модулю Коко Коко Он Он Схватился За него Словно Обнимает И Заплакал Мы По Прежнему Не Знаем Как Сильно Этот Модуль Поможет Коко Да Они По Итогу Короче Просто С Кусу Рафинадом Сейчас Ее Лечат Спокойно Пробормотал Аю Читая На Мониторе Жизненные Показатели Кажется Помимо Кислородного Лечения Еще Этот Модуль Может Производить Лазерное Обеззараживание А также Простейшую Хирургию И В зависимости От условий Даже Криогенную Гибернацию Но Гибернацию Это Еще Что Ю Без Понятия Так В инструкции Сказано Если Подумать Мы Ведь Даже Не Знаем Что С Нами Будет Все Что Нам Остается Верить И Ждать И Везде Кресты Писк Рядом С монитором Панели Управления Раздался Резкий Писк Не Понимая Что Происходит Мы Все Разом Взглянули На Монитор Это Опять Собака Что То Делает Что То Опять Делает Кит Подбежал К нам На Лице Ученого Отразилась Агония Он Молотит Конечностями И Извивается Внутри Тесной Капсулы Доставайте Его Срочно Чтобы Он Капсулу Не Помял Пошел Нахер Господи Ученый Страшно Закашлял И Схватился За Горло Его Рука И Прилегающее Пространство Залита Кровью Животик Бобо Его Кожа Посинела Практически Мгновенно Дыхание Стало Учащенным И Он Застонал Низким Голосом Нет Так Быстро Я Не Верю Эй Не Хватайтесь Так За Своё Горло Вы Его Раздавите Он Медленно Опустил Свои Руки Которыми Держался За Горло Вы В Порядке Нет Моё Время На Исходе Ученый Едва Дышит Он Пытается Дышать Но Легкие Уже Не Усваивают Кислород Значит Я Это Наслышал На самом деле Челы Вы знаете Что сейчас Вообще Вот В современной Медицине Рил Дил Такая Тема Ну Поскольку Вирусы Рандомно Мутируют А Когда Вы Контрите Вирус Вам Говнить Несколько Вирус Сколько Его Репродукцию Дегенеративную Потому что В остальных Случаях Сам Справится Организм То Вакцины По сути Можно Подготовить Против Широкого Спектра От Подобных Вирусов Заранее Ну И Поскольку Нам Надо Более Пельменее Догадываться Как Именно Помешать Репродукции Вируса Сейчас Это Real Deal Тема Вот То Что Происходит В современном Мире Против Чего Многие Как бы Конечно Выпендриваются Но Что С этим Делать Не Очень Понятно Потому что Корпокапиталисты Все Захватили Это Нормальная Тема Синтезировать Новые Виды Вирусов И Готовить К ним Контру Чтобы Если Вдруг Вирус На Планете Как То Так Замутирует То У нас Уже Возможно Готово К нему Решение Идея Вроде Как Хорошая Но Есть Нюанс Мы На Серьезных Щах Занимаемся Созданием Новых Вирусов Сами Ускоряем Грубо говоря Процесс Когда Ну Типа Если что-то Пойдет Не по плану Вуаля У вас Вирус Который Наклобучивает Все население Многие Люди До сих пор Искренне Считают Что Ковид Это Ровно Та Самая История Типа Из лабы Из лабы Из-за того Что Недоследили Недоследили Вышел Вирус Которому Готовили Контру Внимание Говорит Вирусолог Да Внимание Спасибо За внимание Да И Вот Как бы Ну Твою Мать Че Делаем Вообще Че Делаем Ну То есть Типа Чем Менее Дорогая Лаборатория И чем Больше Там Просирается Техник Безопасности Тем Велика Более Велик Шанс Что Кто-то Зарандомит Хрень Да ладно Это же прикольно Вирусы новые делать Это думаю Как конструкцию Собирать Под микроскопом Вот Вот Типичная Логика Ученого Блин В говне Моченого Вот Из-за таких Как вы Блин Сок Халат Сними Цветочки Березку Обними Цветочки Понюхай Сук Че блин Хреново Желочь Что ли Я не биолог Я физик Там вариантов Мутации Столько Что Тебе Никаких Вакцин Не хватит Лол А фишка В том Что ты Никогда Не Кондришь Каждый Вариант В отдельности Вот Например Почему Сейчас Несмотря На то Что Уже Там Какая-то Третья Или Четвертая Волна Мутаций Вот Этого Ковида Никто Даже Не Запаривается По поводу Создания Вакцины У него Морталити Рейд Говно Он Не Опасный Он Не Убивает Человека Он Проходит Все С каждым Разом Все Больше И больше Походя На Обыкновенную Простуду И Самое Главное Тебе Ты можешь Так Широк Твоя Вакцина Может быть Такого Широкого Спектра Что Вирус И так Было С Вот Этим По-моему С Омикроном Был Первый Штамп Потом Омикрон Если Мне память Не изменяет Так Вот Вакцина Первоначальная 100% Не работала Против Омикрона Но Она Чуть Чуть Работала То есть Как бы Хоть как-то Допопадала Хоть как-то Помогала Ринсвинт Когда Такамак Когда Термоядерная Энергия Когда У меня Домашний Реактор Будет На Ториевых Кирпичах Где 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 Моя Бесконечная Энергия Бесишь Где Сфера Дайсона Где Хочу Дай Физикон Цук Так Погнали Ю вцепилась В инструкцию И отчаянно Просматривает Панель управления Но Она Бессильна Она Не сможет Его спасти Короче Там Из чела Уже Смузи Там В Германии Последние АЭС Прикрыли Зеленые Не дадут тебе Иметь Домашний Реактор Слушай Так Типа Блин Так Ядерная Энергия Она Зеленая Что за Херня Она Зеленее Чем Она Зеленее Чем Она Точно Зеленее Чем Покупать Энергоносители У Путина Спонсируя Войну Мать его Что Что за Херня Суки Что Серьезно Прикрыли Последний Да это Ж бред Она Не сможет Его спасти Ладно Ладно Шли бы Они Нахер Короче Зеленые Совсем Ахерели Давайте Закопаем Так Всех На Всех На Всех Зеленых На Обниматься С бочками С ядерными Отходами Я все Сказал Так Она Не может Его спасти Она Стукнула Кулаком По инструкции Затем Положила Оба локтя На панель И закрыла Лицо Ладонями Юза Рыдала Цугуми и кит Напряженно Уставились В монитор Показатели Ученого Ослабевают Моя дочь Дочь Берегите Ее О Ничего себе Вот это Камин аут Он улыбнулся И Его глаза Закрылись Че ты улыбнулся Твоя дочь При смерти Клоун Клоун И больше Никогда Не откроются Или подождите Это отец Ю что ли Не может же Быть такого Все показатели На камсуле Исчезли Оставив После себя Бесконечный Электронный Писк Мы не смогли Спасти его Мы просто Не были В состоянии Спасти этого Человека Имени которого Даже не знали Может быть Это отец Ю Чей это Отец Я дотянулся рукой До панели И отключил сигнал Как Коко В норме Дрожащим от Хлипов голосом Ответил Аю Сейчас я Ничто не угрожает Ну все Дайте Дайте Почитать Все пишут Все пишут Так все Последний раз Читаю Так Так Электроны Из проводников Вырываю И их С атомами Воздуха Свожу А это Это что Такое Это что Подожди Электроны Из проводников Вырываю И с Атомами Воздуха Свожу Это я даже Не знаю Что это Я что Физик По твоему Тут факт Что я читаю Люцесиния Не делает меня Физиком Я даже Не знаю Что это Но мне Нужна энергия Туревый реактор Мне нужен Домашний Так Напомнила Как учену Придерживал Отражатель Над дурановым Ядром Отверткой Она Выскользнула Реакция Пошла И чел Отправился В медленный Неприятный Путь На тот Свет Иногда Они такие Тухеды Да Что Нормально Да Да Это Феймос Ластвор Дай Да Жахнет Та Не Доложно Эти Видео Из Где Чуваки Берут Петарду Садятся Садятся На нее Жопой Через таз И летят Потом В соседнее Село Ученые Блин Так Ладно Все Хорошо Спасибо Мы должны Позаботиться Чтобы его Похоронили По-человечески Слушайте Там где-то Должна быть Педаль Чтобы нажать Вон Смотрите Вот она Педаль Нажимаешь И он Смывается Потом С этой С капсулы И капсула Моется Еще После Этого Да Все Впали В глубокий Шок Потому что Доказательство Всей серьезности Ситуации Лежит у нас Перед глазами Но Время Не щадит Никого У нас Больше Нет Времени На забавы Волоча Ноги Что Ни с того Что Ни с того Ни с сего Стали Невыносимо Тяжелыми Я вновь Решил Проверить Все доступные Зоны После повторного Обхода Единственное Что мы обнаружили Что все Спасательные Модули Пропали Похоже Что ученые Воспользовались Ими Еще во время Эвакуации Ни глубоководного Снаряжения Ни баллонов С кислородом Значит Все пути К спасению Отрезаны Мы быстро Приближаемся К первой Расчетной Временной Точке За которой Последует Затопление Лему 6 мая 16.30 Прошло Несколько Часов Мы Испробовали Все Но так и не нашли Способа Выбраться Отсюда Нам Некуда Бежать Под Тяжестью Реальности Я надломился И через Эту трещину Вытекли Все Остатки Силы Все Что Осталось Наблюдать Как на Часах Проскакивают Секунды Состояние Кида Ухудшилось Поэтому Сейчас Тот Спит В капсулевидном Модуле Мы Пытались Подать Сигнал Сос По Линиям Связи Но С того Момента Как мы ушли Из ремы Ничего Не изменилось Все Ультразвуковые Электронные Коммуникации Не работают Время От времени Приемник Ловит Статические Помехи Снаружи А это Значит Что Линии Связи Функционируют Вот Только ПО На компьютерах Нет Леблих Фармасютикал Заточили Нас Здесь Чтобы Сокрыть Существование IBF И Хранящихся В нем С С С Внешнего Мира Наша Чтобы Это Было Просто Плохим Сном С Этой Мыслью Я Медленно Закрыл Свои Глаза Понятно Я Кажется Так Три Минуты До Затопления Говорит По-немецки Протрещал Из громкого Гроводителей Зала Механический Голос Слышно Как Где-то Раздается Металлический Скрежет Стены Скрипят А Пол Трясется Похоже Началось Глядя На потолок Пробормотала Цугуми Началось Точнее Все Кончено Кончено Я Поднял Взгляд На потолок Но Ничего Не увидел Где-то Вдали От воды Идет Тяжелый Раскатистый Гул Значит Все-таки Этому Суждено Случиться Здесь Безразлично Сказала Цугуми 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 О чем Ты Что Значит Здесь Лежа На полу Немощно Приподняла Свою голову Ю Я так Долго Его искала А теперь Наконец Нашла Место Где я Смогу Умереть Началось Блин Пошатываясь Цугуми Встала Волоча Свою правую Ногу Цугуми Что стало С твоей Ногой А Это Цугуми Взглянула На свою Ногу Так Будто Впервые Заметила Ничего Пустяки Что-то У меня Все Умирают Ребят Я Все Твердила Себе Что Не могу Умереть Но Похоже Что Я Ошиблась Две Бедуты До Затапления Волоча Ногу Цугуми Хромой Походкой Направилась В сторону Дверной Заслонки Цугуми Стой Я Попытался Догнать Ее Но Неуклюже Свалился Мои Руки Ударились Об пол Попытавшись Встать Я Снова Упал На пол Ноги Меня Не Слушаются Растянувшись На полу Все Мое Тело Онемело Не Могу Пошевелиться Что Со Мной Ни с того Ни с сего На меня Напал Кашель Я Прислонил Свою Руку Ко рту Медленно Убрав Ее Я Заметил Что Ладонь Липкая От Крови Цугуми Куда Ты В глазах Все Стало Тускнеть Расстояние Между Нами Исказилось Кто Знает Склонила Голову Цугуми Играть В друзей Было Не так Уж И плохо Но Она Открыла Дверь Ведущую Лазарет Что Находится По соседству Наверное Мы Больше Не Увидимся Ее Очертания Слегка Подергиваются Пока Найза На меня Просто Швырнула Цугуми Пошла По коридору И я потерял Ее из виду Она Закрыла Дверь Снаружи Она Повернула Вентиль Поэтому Я понял Что Та Задраена И Тут По ту Сторону Стены Коридора Раздался Страшный Рев Воды Водоупорная Дверь Заскрепела И прогнулась Под ужасающим Напором Воды Но Каким-то Чудом Выдержало Ее давление Цугуми Цугуми От Добедута До Затопления Динамик На панели Управления Модулем Издал Пронзительный Писк Я Повернул Голову В сторону Источника Шума Показатели Организма Что Должны Отображаться На Мониторе Больше Не Сменяются Кит Кит Нет Сирена Сирена Не прекращается Ее холодный Ровный звук Затопил Тишину Кривые Вытянулись В прямые Ни сердцебиения Ни дыхания Ничего Че у меня Все умирают Ребят Нормально же Общались Ложь Этого Не может быть Кто-нибудь Скажите Что это Неправда Куронари Скажи Что это Ложь Лежа Плашмя На полу Зарыдал Аю Ужасающий Рев Сверху Становится Все громче И громче Кажется Что весь этаж Сотрясает Не обращая Внимания На протесты Собственного Тела На остатках Сил Я протянул Себя Поближе К Ю Куронари Где ты Я Здесь Где ты Дай Руку Пол Мокрый От крови И они Там еще Плашмя Валяются Короче В луже Крови Каждый Так вот Типа Бякаются Бякаются Лапками Друг друга Трогают С трудом Я протянул К ней Свою руку Ю Осторожно Обняла Ее Обеими Руками Ее Маленькие Руки Холодные Как Лед Коронари Ю Подползла Ближе Держась За нее Обняв Мою руку Она Прижала Ее К своей Груди Осторожно Стараясь Не отпускать Ладонь Моей руки Накрыла Ее Грудь Ненавижу Холод Где соприкасаются Наши руки Сердце Ю Бьется Так сильно Будто Действительно Вот-вот Взорвется Мне Страшно Помогите Помоги Мне Куронари Ее Голос Стал Хриплым Она Уже Дышит С большим Трудом Не могу Пошевелиться Я попытался Вдохнуть Чтобы Утешить Ее Но Вместо Слов Из моего Рта Вылетели Лишь Красные Капли Крови Приподняв Пальцы Я Потрогал Тело Ее Чтобы Удостовериться Жива ли Она Больно Ее Тело Трясет От Спазмов Ее Спина Согнулась Откинувшись Назад Но Вскоре Даже Тряска Стала Ослабевать С каждой Секундой Она Становится Все Холоднее Холодней Лишь Ее Сердце Продолжает Нистово Биться Кажется Что Оно Звучит Далеко Далеко Словно В моем Воображении Куронари Должно Быть Я Ничего Для тебя Не значу Но Ее Голос Стал Бессильным За Этими Словами Пробежала Единственная Слезинка Но Ты Мне Всегда Нравил Ся Сердце Ее Сделало Один Последний Нистовый Удар И Я Больше Ничего Не слышу Тепло Ее Рук Ушло Бедение Ее Сердца Пропало Навеки В тот же миг Мое Поле Зрения Окрасилось Красным В панике Я вытер Лицо Руками Красное Вокруг Все Красное Я Ничего Не Вижу Все Что Я Чувствую Ускользающую Теплоту Мое Лицо Так Сильно Прижалось К полу Что Кажется Будто Стало Его Частью Мое Дыхание Остановилось Не Могу Пошевелиться Не Могу Встать Пол Тверд И Холоден Мое Тело Обмякло И Тоже Стало Холодным Мое Сознание Растворяется В этой Красной Тьме И Откуда Раздался Резонирующий Треск Линии Связи Это Было Последнее Что Я Услышал Живые Существа Один Здесь История Не Заканчивается Потому Что В петле Бесконечности Только Ты В Петле Бесконечности Только Я Что Кто То Выжил Кто Выжил Че Произошло Хомячок Выжил Это Пирогиня Выжила Но Она Меня Не Спасла Я Никогда Не Сомневался Что Ты Справишься И Ты Справился Ну Что Рад Своей Концовке А Че За Херня Мне Даже Это Я Типа Не Добрал Балов Чи Кого То Я Должен Был Хоть Кого То Спасти Ну Ну Это Эпическая Победа После Твоих Действий Кто То Выжил Я Должен Сделать Так Чтобы Все Выжили Или Подождите Ну Типа У Меня Что То Вроде Гуденда Для Первого Прохождения Типа Тот Факт Что Кто То Выжил Это Хорошо Я Должен По сути Сделать Так Чтобы Пройти На все Концовки Чтобы Выжили Все По Роску Наверное Или Как Это Бед Не Обманывай Себя Ладно Это Хорошо Сугуми Собака Надо Было Ссора Ити Сразу Видно Ссора Нормальная Тетка Сундурка В тебя Не поверила Обошла Она Нахер С этой Женщины Я вообще Не хочу Ничего Общего Иметь Шла Бо Она В Жопу Так Ну что Так Ацугуми А мертвых Либо Хорошо Либо Ничего На бот Вот Так Да 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 Сейчас Закиды Сыграем У меня Будет А там Сильно Отличается Вообще Все Да Сейчас Пойдем Закиды Играть Мне надо Нажать Продолжить Или Как Продолжить Новая Игра Так А не будешь Пытаться Хорошую концовку Получить Сначала За Такеши Давайте Другие Концовки За Такеши Не 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 Мы Закиды Поиграем И Потом Ничего Не Понимаю Сейчас Короче Новую Игру Закиды А там Уже Проверь Лучше Другие Концовки За Такеши Я Честно Говоря Даже А что Значит Проверь Другие Концовки За Такеши Мне Же В любом Раскладе Еще Куча Всего Имхо Лучше Сначала Закиды Сломаешь Сем Мозг Выйдешь На Еще Один Бодент А там Посмотрим Хорошо Стоит Да Только Мне интересно Чего Кида Вообще Ладно Короче Жмем Новая Игра Так 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 сюжет Лучше Усваивается Когда Все Концовки За Одно Потом За Другого Блин Ну Ладно Не Мы Решили Что Сейчас Кида Пойдем